На этой неделе в зале Центра народной культуры состоялся семейном совещании под председательством начальника управления Фондом социального страхования Розет Натхо. На мероприятии присутствовали заместитель главы района по экономике и социальным вопросам Кашхабского района Марета Тугланова, заместитель главы Шевгеновского района Мурат Непшикоев, начальники отдела управления Фондом социального страхования, бухгалтера Кашхабского и Шевгеновского районов. На совещании рассмотрены два проекта, которые будут реализованы на территории Республики Адыгея с 1 июля текущего года. Первый пилотный проект касался прямых выплат, предусматривающий выплату пособий работающим гражданам непосредственно Фондом социального страхования Российской Федерации. По данному вопросу выступила начальник отдела по администрированию Валентина Синявская. Такие два основных документа вам необходимо знать, значит, для того, чтобы безболезненно подготовиться к этому переходу. Итак, как я уже сказала, это 294-е постановление правительства от 21 апреля 2011 года. Значит, вам нужна редакция последняя, декабрьская, от 22 декабря 2016 года. Это постановление правительства утверждает четыре положения. Значит, в том числе особенности уплаты страховых взносов в рамках пилотного проекта. Что это значит? У нас с вами полностью, значит, перестает действовать зачетный механизм выплат. То есть, если на сегодняшний день вы выплачиваете по вашим обязательствам непосредственно, значит, работодатель выплачивает все суммы, и потом на эти суммы уменьшает свои взносы, а при их недостаточности обращается за выделением средств, то с 1 июля вы платите, начисляете и платите ваши взносы в полном объеме. До 19 числа ежемесячно вы должны будете соблюдать этот порядок выплат и помнить, что теперь уменьшение суммы страховых взносов на сумму выплат не предусмотрено, несмотря даже на то, что у нас не все пособия будут перечисляться на прямую работающую. Есть часть пособий, которая остается к возмещению. Новый порядок выплат пособий выглядит следующим образом. Работник по своему месту работы подает документы, необходимые для назначения и выплаты пособий, оформляет заявление по установленной форме с указанием реквизитов, на которые будут перечисляться пособия. Работодатель, получивший документы от работника, оформляет свою часть заявления работника и не поздние пяти календарных дней, направляет полученные документы с описью либо электронный реестр в региональное отделение Федерального социального страхования по Республике Адыгея. Региональное отделение Федерального социального страхования по Республике Адыгея в течение 10 календарных дней со дня получения всех необходимых документов либо реестра сведений принимает решение о назначении и выплате пособий и перечисляет пособия застрахованным лицам. Пособие работнику перечисляется на лицевой счет в банке, указанный в заявлении, либо по почте. По второму вопросу по переходу на электронный больничный лист доложила начальник отдела медико-социальной экспертизы Биба Шелжева. Что он вносит для застрахованного лица, то есть для обычных граждан? Это минимизация временных затрат на оформление документа, исключение возможности порчи детей или скайли. Кроме того, застрахованного гражданин получает возможность через свой личный кабинет получить информацию о выданных ему листках и по выкладках по ним. Для медицинской организации это снижение туда затрат на получение, хранение, оформление бланковой способности и появляется возможность автоматизации анализа заболеваемости с временем утраты филоспособности. Для страхователей это снижение туда затрат при оформлении диестра в фонд социального страхования, уменьшение количества сведений, передаваемых в фонд, снижение количества ошибок, повышение достоверности информации и снижение затрат на организацию учебы и хранение бланков. Ну и конечно для страховщика, то есть для социального страхования, это оперативность получения сведений о страховом случае, формирование единой базы данных в страховом случае, соответственно, улучшается контроль за расходами средств, обязательно социального страхования. А также листок сведет на нет в случае страхового мошенничества, то есть получение пособия по поддельным листкам натуроспособности и помимо этого смелиться с затратами изготовления бумажных планов. После присутствующие могли задать интересующих вопросы и получить на них конкретные ответы. В завершении встречи выступила начальник управления фондом социального страхования Розет Натхо. Сегодня такой серьезный шаг делается в социальном плане и мы должны без издержек, максимально без издержек войти с 1 июля. Если говорить о республике, это ситуация, эти изменения коснутся 97 тысяч работающих граждан, то есть абсолютно всех, и в это будут задействованы почти 10 тысяч страхователей. Под страхователями мы всегда поднимаем работодателя, еще можем упростить руководителя любого учреждения. Совещание прошло в деловой и конструктивной обстановке.